А вот и гроза, которую мы ждали вчера. Она пришла сегодня. Просто стеной. Ну, с другой стороны, хорошенько прольет. Мне поливать не надо. Мои кабачочки. И цветочки. Там уже, кстати, можно нарезать пионы. Они уже в такой стадии, что они уже до распустятся дома. Ну, в общем, такой добрый день. Не утро, добрый день. Ой, ты ты что кричишь? Ты уверен, что тебе сейчас туда надо? Ну, ты, пожалуйста, можешь сходить, но я не рекомендую сейчас. Я предлагаю закручивать сейчас окошко. Смотри, как гримит. Совсем незаманчиво. А мне сегодня нужно будет на ПВЗ сходить. Я предполагаю, что сегодня придут мои, что я там заказала-то, босоножки. Да, босоножки без каблука. Ну, шлепанить не было нормально. Ой, смотрите, дождь немножко промыл, в смысле прибил листья. Я вижу, что у меня пару ягодок в этом году будет. Вот одна. Вон там, вон, вторая. Ну, короче, вот на году, конечно, я не буду ее собирать, черешню. Я ставлю ее воробьям. Тут ягодок раздавая обчелся. И куда? Ты уверен? Дурында, я не пойду туда спасать, если ты упадешь туда. А там мокро. Глянь, все залило. Если ты туда упадешь, я не пойду за тобой. Имей, пожалуйста, в виду. Привет-привет. Это следующий день. День после дождя. Сегодня тоже опять тучи. Ну, в принципе, всю неделю будут дожди. Я еду в Броннице. Хочу распечатать фотографии. Если там работает еще этот салон. Потому что я там, мне кажется... Не знаю, когда я последний распечатал. Может, год назад. Короче, если он еще работает, то отдадим на печать. Такие прям, да, облака-облака. Белогривые лошадки. В общем, стоим. Ждем свою стрелку. Ну что, я в Бронницах. Пойдем погуляем. Нам вот туда, в то вот желтенькое здание. Как раз тут фонтанчик. Прогуляемся по... По этому новому парку. Народу много. Ну, в общем, все как обычно. Так, ну, с этой стороны... Как обычная красота. Туда пойдем сходим. То, я считаю... Так, пойдем дальше. На фонтан насмотрелись. Так, кто девочек? Война. Охот на голубей. Новый вокзал во всей красе. Ветер, не знаю, будет слышно меня, не будет. Мы пойдем сейчас к самим красивым цветам. Сходим. Ну, ну что, молодец, автонцем красивый. Пошел. Там голуби тусят. И там сверху тоже голуби. Ребяточки, вы что тут делаете? Так, ладно, пошли. Меня вот в это здание. Ну, вот мы приедем, вот половину. Знаете, современный вокзал. Голубей не кормить. Здрасте. Чего это? Школьники. Вкус вилл, гляньте, открыли там особняки. Бронницы, они вот... Вот реально центр бронницы, он пряничный. Как коломна. Если были в коломне... Ну, коломна, конечно, круче. Ну, здесь в центре тоже всякие цепнячки такие. Миленькие. Теперь парковка большая. Раньше тут встать было негде. Ну, я там встала, чтобы прогуляться. Да, правда, не очень понятно. Вот, визитки, листовки. Значит, наверное, они остались там. Да ёб твою мать. С какой стороны заход-то был? По-моему, с той. Ладно, пойдемте искать. Тогда это стоило распечатать фотографию 30 на 40 350 рублей. Сколько? Сейчас не знаю. Сейчас узнаем. Так, все в порядке. Они там же. 300 рублей стоят. А я две выбрала. И... Послезавтра забираться. Все, оплатила. Так что скоро поменяем фотографии. На стене немножечко. Какие-то принадлежности продаются. Все. В принципе... Все. Все, что планировано здесь сегодня сделать, да. Все. Едем в сторону дома. А, и там я хочу... Слушайте, у меня полны начали распускаться. Я хочу полны себе срезать. Чтоб дома стояли, пахли. И мне надо лук и ромашки посадить. Ну, и дальше работать. Все. Отпуск-то закончился. Теперь надолго не выйдешь. Блитку тут все поменяли. Не, хороший парк сделали. Хороший. Вишня тут, что ли. А тут вот... Тут вечный огонь. Вечная слава воинам города Бровница, Павшим бояк за свободу и зависимость нашей Розни В Великой Отечественной войне. Здесь имена, фамилии. А вот здесь вот... Матерявым домом защитников Отечества. Там вот так. Вот как-то так. Эти деревья не выжили. Но, видимо, будут вырубать. Так, ладно. Все, пошли на парковку. Едем. Едем, едем, едем. Далекие края. Клюники вырастут, да? Однажды. Пока такая прям аллейка. А это глянце. Тоже прелестно. Красота ведь. Вот еще цветочки и подкова. А с этой стороны кикарства. Конь. Все, вон там я припаркована. Так, я дома. Тут уж сразу проверка. Я прошу простерну их еще разок. Ну как еще разок. Еще раз, еще раз. Еще много-много раз. Так, ну-ка пошли отсюда. Кыш. Все, кыш. Сейчас я сложу их колеса в эти, в чехлы. И сложу до зимы. На зиму мне все равно надо быть две новые и покупать шины. Так что. Ну и сейчас поставим пионы. Так, ну что, красота. Пиона пионская. Это пять штучек у меня. Шины. Смотрите. Сложила их в место. Не особо удобные, но больше мне, чем говорить, некуда впихивать. Вот как-то так. Под столом. Сидеть немножко неудобно. Нога, ноги не вытянешь, но стул поменяется, будет крутящийся. Так что. Как-нибудь пока так. Ну а что делать? У меня нет гаража. У меня у друзей есть гараж, но они его купили для своего барахла, а не для моего. Правильно? Так, там уже пошел дождик. И уже закончился дождик. Так, тут все без изменений. Посадила я лук. В ромашке. Может что-то вырастет. Так, что я хочу? Я хочу салаты себе сделать. Время три часа. Сейчас такая вкусная капуста. Капуста. Поэтому у нас будет салат из капусты. И здесь у меня случок и сырок. И у меня еще киви с грушкой. Боже мой, обожжусь я и спотею. Как снегурочка, хотел сказать. Как дюймовочка. Дусь, у тебя тоже, я смотрю, салат, да? Как листья пионов? На вкус. Как тебе? Ничего? Норм, да? То есть мы обожрем теперь здесь все листья. Ясно. Может дадим цветам распуститься, а потом обожрем? Нет, обожрем сейчас. Сейчас. Понятно. То есть капусту ешь. Капуста вкусная. Молодая капуста, конечно. Что-то с чем-то. Сейчас мы сюда еще порежем и сырой. Все, девочки, мне приятного аппетита. Вам тоже приятного аппетита, если кушаете. Думала сюда положить еще помидорчик с огурчиком. Но огурчика нету. Я его уже доела утром. А помидорчики не хочу. Короче, капуста сама по себе сейчас самая вкусная. Сейчас свежий сезон. Короче, слюнки пошли. Все приятные. Приятного аппетита. Помощники. Здрасте.